Агенты и спонсорство. Агенты и спонсоры будут играть важную роль в вашей карьере. Доходы теннисистов от спонсорских контрактов могут быть сопоставимы с доходами от призовых, а порой даже превышают их. Агенты и менеджеры помогают найти спонсоров и управлять спонсорскими контрактами. На многих турнирах Tennis Europe Junior агенты уже выбирают игроков для сотрудничества. Мы обратились за советом к лучшим агентам, чтобы они помогли вам. Привет, меня зовут Алистер Гарланд, я вице-президент по теннису в Октагоне. Так что же делает агент? Агент помогает вам управлять вашей теннисной карьерой, поддерживать связи со спонсорами, вести переговоры с директорами турниров, формировать расписание и расширять возможности заработка, выбирая выгодные варианты партнерства. Как выбрать подходящего агента? Всем привет, я Винсент Ставро, теннисный агент. Мне посчастливилось быть агентом Жусти НН и Марина Чилича. Я очень советую вам не принимать поспешных решений. Проблема в том, что некоторые агенты приходят и говорят, эй, если ты не подпишешь со мной контракт сейчас, твоя карьера окончена. Пожалуйста, никогда не верьте таким словам. Но также нужно понимать, что лучше не затягивать с принятием верных решений. Вам стоит узнать агента, провести с ним какое-то время, пообедать вместе с ним и с вашими родителями, чтобы вы поняли, что это за человек. Но, пожалуйста, не торопитесь. Если вы рассматриваете возможность играть в теннис в университете США, подписывая контракт с агентом, вы лишаетесь этого варианта. Поэтому тщательно обдумайте все перед подписанием контракта. Привет, я Кейси Делакуа. Я участвовала в турнирах WTA и сотрудничала со множеством агентов. Этот чек-лист поможет вам выбрать хорошего агента. Агенты и менеджеры должны быть квалифицированными специалистами с высшим образованием в области права, спортивного бизнеса или спортивного менеджмента. У агента должно быть оформлено страхование профессиональной ответственности на случай ошибок, которые могут повлиять на ваши доходы. Все, с кем вы сотрудничаете, должны понимать правила этой индустрии, в частности, теннисную этику и антидопинговые правила. Кроме того, очень важно проверить агента на отсутствие судимости. И самое главное, поговорите с другими теннисистами. Узнайте, работали ли они с этим агентом и были ли им довольны. Если агент предлагает вам контракт, посмотрите, какой в нем указан гонорар. Перед подписанием убедитесь, что в контракте прописаны все детали. Попросите юриста проверить контракт или, если не знаете, где найти юриста, обратитесь в свою местную ассоциацию тенниса. У меня появился агент, когда мне было 15. Мой агент старается помогать мне во всем, не только в теннисе. Он занимается контрактами, спонсорами, бронированиями и организацией поездок. Как агент выбирает спортсмена? Я основатель и управляющий исполнительный директор компании Top 5 Management. Мы сейчас работаем с Элиной Светолиной, Дарьей Касаткиной и многими другими. Агент сначала проводит разведку, он наблюдает за несколькими спортсменами на различных соревнованиях. И в конце концов, когда он найдет спортсмена, с которым захочет работать, он будет общаться с этим спортсменом и его семьей, стараясь убедить их сотрудничать с ним. Как спортсмен выбирает агента? Я агент Энди Маре, работаю с ним уже 10 лет. Прежде чем выбрать агента, найдите юриста. Юрист проверит ваш контракт с агентом. Есть много тонкостей, о которых нужно знать и которых нужно опасаться в агентских контрактах. Особенно часто встречается расширение условий и продление сроков. Например, агент от вашего имени договорился о сделке для вас, вы остались с этим спонсором на всю жизнь и всю жизнь выплачиваете комиссию агенту, даже если перестали с ним работать. Я считаю, что агент, особенно если вы успешны, это прежде всего тот, кто будет с вами рядом, примерно как ваш тренер. Агент проводит с вами много времени, как ваш тренер или как ваша семья. Найдите того, кому доверяете, с кем у вас хороший контакт, того, кто будет вам другом. Спонсорство. Привет, я Даяна Хаес, член совета директоров WTA. Спонсоры будут неотъемлемой частью вашей карьеры, и очень важно выбирать бренды, поддерживающие ваш имидж. Спонсорам важно, как вы выступаете на корте. Они хотят обрести в вашем лице представителя своего бренда. Спонсорство – это когда компания просит вас что-нибудь рекламировать для нее. Пока вы юниор, вам, возможно, не будут платить, но будут давать бесплатную экипировку. Это все равно считается спонсорством. Чем успешнее вы станете в теннисе, тем больше спонсоров привлечете. Какие спортсмены интересуют спонсоров? Компанию Adidas интересует в спортсмене множество разных характеристик. Конечно, вы должны демонстрировать результаты. Но у этого бренда долгосрочное планирование. Это значит, если подпишете с ними контракт, если они выберут вас, это будет длительное сотрудничество, не на год или два. Поэтому ваше общее развитие и ваша личность играют очень большую роль и являются решающими при подписании контракта. Не менее важны ваши аккаунты в соцсетях, поэтому не публикуйте ничего, что может вам навредить. Как спонсоры и спортсмены находят друг друга? Мы посещаем турниры, юниорские турниры и ищем ребят, у которых есть потенциал стать топовыми спортсменами. Для меня самое важное – потенциал спортсмена. Важно понимать его стиль игры, то, как он или она побеждает и играет, видеть технику, то, как спортсмен ведет себя, когда проигрывает, будет ли бороться до конца. Какие виды спонсорства предлагают производители теннисной экипировки? Некоторых наших спортсменов спонсируют национальные подразделения – в Швейцарии, Германии, в Италии. И они заключают только контракты на экипировку. Стоимость такого спонсорства порядка 8-10 тысяч евро в год. Существенная сумма, хоть это и не живые деньги. Второй уровень – контракт на экипировку, плюс какие-то бонусы. Если у спортсмена большой потенциал, мы подпишем более длительный контракт и даже предложим гонорар. Попросите юриста или ассоциацию проверить контракт перед подписанием. Если возникли вопросы или вам нужна подробная информация, переходите по электронным адресам, указанным на экране.